Ну и третья, видимо, наша заключительная часть, о том, как советская власть обратно возвращалась после Колчаковских и всех этих бед. Так, вот я к тому, что как только село какое-то все-таки освобождалось от колчаковских войск, здесь же оставался штаб какой-то. И сразу же вот в этом селе было организовано все на помощь постепартизанским частям. Постепенно они сливаются в полк. Они прям себя гордо называли, там, первый, второй, третий, четвертый. Там и доходило до 13-го полка. На самом деле 13-ти полков не было. Да, в принципе, это, наверное, были объединившиеся деревни, да? Верно, совершенно верно. Вот и 13-ти полков-то не было, потому что они таким образом хотели спутать противника, что численность у нас такая вот огромнейшая. И сразу кто-то был ответственен за то, чтобы снабжать партизанскую армию валенками, кто-то тулупами, кто-то шапками. Прямо шли на охоту, прямо дубили кожу, прямо все как надо. В Ангудаевше были лазареты. Был лазарет в 19-м году в Туманово. То есть по деревням, по заимкам были раненые. За ними прямо люди ухаживали, все как надо. И обязательно должна была, если это зима, распутится даже весенняя, торная дорога должна быть туда наезжена, чтобы непонятно было, много там люди, немного, но чтобы запутать. Потому что если раз проехал, то значит там кого-то что-то скрывают. А так вот и мальчики от 14 до 17 лет, они были, как-то там мне рассказывали, что пакеты передавали именно они. На определенном месте, за несколько километров, на определенных точках, они стояли с лошадью, да, и подскачут, алю, значит, и прямо, и передают этот пакет. И вот таким образом шла связь со всеми вот этими вот разрозненными, казалось бы, отрядами. Когда посмотрели, что здесь вот у нас на земле Солонешинской происходит, но тяготела война вот именно все-таки Сибиричиха-Тележиха возле Бощилака, а вторая часть, это Александровка, Куиган, Демина, вот здесь вот, и Черная Ной. Потому что вот можно было с Куигана, там через Мариинский перевал, и к Черной Ной, Белой Ной. Вот там вот сосредоточены были белые, ну и там и купечество же было. И Кучковская заимка была задействована как база перевалочная для именно вот офицеров белых, они там могли даже развлекаться, они могли ехать, даже рассказывали, что отдыхали. Также и Новый год они встречали у Михеева в усадьбе, это в Таураке. То есть, ну, жили своей жизнью. Татьяна Григорьевна, перебью вас немножечко. Правильно я так понимаю, в общем-то, разговор не шел о возврате советской власти, я так думаю. Кто-то там из солдат, там может что-то агитировал, там это все было так, рассказы, байки. В общем-то, народ восстал против вот этого террора, который несли с собой вот эти вот бывшие белые офицеры, соединившиеся с националистами, которых они организовали, колчаковцы и так далее. В общем-то, наверное, так я представляю. Ну, да. Про советскую власть еще никто не знал и толком ничего не понимал. Какая советская власть? Просто люди восстали против террора. Вот именно, потому что вот в это время, казалось бы, даже, ну, раз, вроде бы, тихо, отряд наезжает, грабит, убивает и показательные порки. Да, да, да. Показательно, все показательно. А причем рассказывают бабушки, рассказывают, ну, так в это же время-то, наверное, и эта банда вареного-то и создалась, так ни за белых, ни за красных, так у нас, как и белые, как и красные, мы-то и не знали, так у нас же ведь и эти зеленые были. Дедушку моего, прадедушку расстреливают, я не знаю, где, в каком месте расстреливают его муж первой его жены. Специально или случайно? Он падает, даже не задетый пулей, закапывают могилу, он вылазит. И это не единичный случай. Такой же случай был где-то там в степных районах, в Алтайском районе, то же самое рассказывали мне. И когда я узнаю про деда своего, я удивляюсь. И он уходит и живет в пещерах, но живет с теми в этих пещерах, кто не хочет воевать вообще ни за белых, ни за красных, а он был с красными. Он уходит от них, потому что он верующий. Он идет, на бабайке живет, ему привозят книги. Зимой за сеном ездят несколько раз, чтобы его покормить. И даже семья перебирается в Елинова, чтобы быть рядом с ними. Он молится, потому что он ведет обряды. И вот потом, когда уже в 20-м году родимой все, победа, непонятно, но победа, пусть советская власть еще только устанавливается. В 21-м году Кайгородов еще действует. И приходит Кайгородов, его порют, потому что он за красных. Приходят красные, те, кто устанавливает советскую власть, его порют, потому что он не воевал. Вот на примере моего деда, вот так прокатилась и по мне гражданская война. Поэтому это не единичный случай. И вот та пещера, в которой дедушка скрывался, я пошла специально эту пещеру нашла. Да, мне рассказывали, что там были нары, палати, да чего там, она сама по себе двухэтажная. Чего бы там не укрываться, я все это прекрасно поняла. И вот теперь уже как раз на Чережской земле появляется Третьяков. Иван Яковлевич Третьяков. Он был человеком образованным. Сразу те, кто старые власти, приверженцы заметили это и сказали, что он должен нам служить. Ну, Писарем там еще прям так. Остановку, когда понял Иван Яковлевич, то сразу же он примкнул к отряду Никифорова. Этот отряд скрывается в горах. Ну, я скажу, что высота этих гор тоже по две тысячи. И они действовали в районе реки Черыш. И вот как раз доходили до огня. Ну, и здесь помнили, что отдельно они не могут действовать. Надо согласованно. И когда они начинают в районе Шабалину, то есть все-таки чувствуете тяготели к защите Чуйского тракта. Это они сами уже осознанно до них дошло. Конечно же, это вся магистраль, которая веселая в Алтае. Либо в Алтае сосредотачивают, значит, пусть эти колчаковские, да, и кайгорода своей силы. Либо вот в Черном, а ну и веточка от Чуйского тракта. Битва идет за Чуйский тракт. Да, а там Шабалину, Ангудай. И вот, значит, эти отряды, они не могут уже понимать, что они не могут противостоять в одиночку. Их разбивают. Подходит в это время в Абайи, с Абайи мужики, с Уймона, с Уймона, с Верхнего Уймона. Сегодня, опять же, говорят, ой, там наши-то все там были за то, чтобы только поддерживать белых. Да нет, милые мои, в Абайи мужиков, вовремя надо было стариков расспросить, они бы рассказали, что там тоже пять дней отряды собирались, и мужики в Абайи формировались. Их были и с Нижнего Уймона, и с Верхнего Уймона, и с Кокса, и с Катанды, и с Тюнгора. И все они собрались, и в отряд Едины слились, и пошли на Чуйский тракт район Шабалину. Они маленьким отрядом из Верхнего Уймона, родственники до этого, воевали уже на территории Алтайского района и были биты, были разбиты маленьким отрядом, приходили на помощь. Тогда они вернулись, и вот там они стали собираться. И по примеру отряда Никифора, они это прекрасно помнили. Убивают командиров, а потом на их место становятся другие. Но вот еще, что в истории, в принципе, я в своей работе тоже это указала, что Лефантий был колесником такой у нас в отряде Кайгородова. Истилия Шихион, а у него брат Игнатий. Ну, что происходит? Вот устали они воевать. В 19-й год погибает командир отряда Кокорин. Ноябрь 19-го года. Отчаяние у мужиков уже. Они уже все, тоже отчаялись. И вот бывали такие дни отчаяния, когда они не хотели воевать ни за белых, ни за красных, ни за какую власть. И вот тележихевские мужики во главе с Колесниковым, Лефантией, приезжают дома в тележихе, гуляют, отдыхают. И вот спохватились, солонежные приезжают, а им говорят, конфисковываем у вас лошадей, конфисковываем оружие, порем. И идите, гуляйте, живите дома, раз вы так себя ведете. И представляете, здесь они перед уиграром. Либо быть опозоренными перед всеми поранными, вот так всех порят, да? Позор это там вот тогда поруть. Вернуться домой без оружия и без лошади, либо вернуться и не воевать. И тут они просят своего командира простить. Вот именно в селе Солонежное такое происходило. Прощают. И обратно принимают. Принимают, в отряд он опять командует. Ну, жизнь и жизнь, да? Ну, вот это Лефантий. А Игнатий, Игнатий в 21-м году соберет 700 человек, после того, как Родина уже из советской власти установлена. Будут там где-то Орловы, Пьянковы и так далее, вот такие вот маленькие банды. Ну, их называли бандами. А у нас будет банда Колесникова под Пудачихой. Да, 700 человек. Махнувщина такая своеобразная. Потому что, потому что что произойдет? Вот эта 5-я Красная Армия, она придет сюда. Она все заслуги наших мужиков припишет себе. Отправит их, на самом деле, безоружных домой. Да еще и без лошадных. Мужиков до 45 лет там еще вроде бы воюете сейчас. А всех остальных все. И вот, ко всему еще надо будет продовольствие, опять же, 5-й армии. И сыновей в 5-ю армию. Вот это опять сигналит. Ну, примерно то же самое. Угу, то же самое произойдет. То есть, белые пришли грабить, красные пришли грабить, и куда крестьяне нападут? И поэтому долго, сейчас уже легенды эти не ходят. Да чего легендам-то ходить, если землянки на Пудачихе были. И находили эти землянки еще в 60-е, 70-е годы. И оружие в этих землянках было. Кто там укрывался? То ли Колесников, то ли кто. Ну, 700 человек было. И только, знаешь же, опять мужики, которые были вот в отряде Кокорина, подосланные в этот отряд, тихо, спокойно уговаривали Кайгору, вот этих вот именно Колесниковцев, что давайте домой возвращаться. Ну, давайте. Все тихо, спокойно. Ну, кто осталась, кучка какая, кепы уничтожены. Я так понимаю, к 20-му году ситуация примерно такая. Армия Красная прошла, высадила основные силы всех этих остатков белогвардейщины, а на месте остались разрозненные люди, которые ничего не хотят, и начинается махновщина. И вот здесь получается так, что если бы не появился какой-нибудь авторитет нормальный, то махновщина могла бы еще долго длиться. Да, вот здесь, вот вы правильно, совершенно верно подметили, здесь я тоже искала, что дивизия 3К издает газеты, издает листовки. То, что было, значит, захвачено в обозах у белых, да, газеты какие-то, они публиковались, прямо четко публикуют в своих листовках, в своих газетах. И объясняют все. Объясняют, да, что вот-вот. То есть появляется 3К. Он местный 3К? 3К у него родители были в Чешевском районе, а он из Америки сюда, на пароходе через Владивосток. То есть Чехия туда, Владивосток, а он отсюда. А как он там оказался? Ну вот там, на этой истории. Кому интересно, могут найти этот материал. Он будет репрессированным тоже потом, но дело в том, что вот каждый, кто был в отрядах, именно, как Кокорина, Никифорова, вообще, кто был в дивизии 3К, только в уважении. Чтобы, опять же, мужики говорили, чтобы хоть одно слово плохо о 3К, даже знали, что его расстреляли. Никогда не плохо. И мужики собирались в определенные дни и ехали к нему в убийцик. встречаться с ним, ездили на встречу с ним. Когда его расстреляли? Какая будет жизнь, как будем жить? Вот он прямо их вдохновлял-то. Местный алтайский Ленин, скажем так. Да, они ему верили, они ему верили во всем. О нем никогда плохо, ни один, даже. Тут еще тоже меня просили, а ты вот зато знай, что-то плохое делали твои партизаны. Ну, делали. Какую-то штуку мужик увидел тележихинский. Вот какая-то штука. Прихватил где-то там, начусь в контракте. Пока вез до тележихи, каймок шею стер, но привал он домой. Не, ну подождите. Сейчас очень много материалов о том, каким зверем был Долгих. Этот вот спасшийся из Суховского отряда, один из спасшихся. Что он действительно убил Кайгородова. Причем убил ему голову. Ну, что было, то было. Но про него очень много материалов сейчас, я не знаю, насечиняли или нет. Что он тут перерубил головы, тут нескольким деревням схоронил всех в огромные могиле. И что эти могилы до сих пор даже не разрешают на них ходить. Вот такая вот идет гелиберда по интернету. То, что были летучие отряды частей особого назначения, в отряде Долгих наших солонешанцев не было. Это были... То есть он команда ученых. Да, ученых, часть особого назначения. А вот Воронков, вот в этом отряде наши мужики, бывшие партизаны, они были. И их задача, что у отряда Долгих, что у отряда Воронкова, заключалась в том, чтобы вести разъяснительную работу среди местного населения и обезвредить Кайгородова. Потому что уже зверства вылились на то, что все, кто в семье партизан остались без кормильцев, партизаны погибли, да, жены остались и дети их остались, их Кайгородов продолжал пороть. Опять же, вот эти вот порки, они продолжались. То есть выстраивались опять же так же люди в этот коридор. Браво Исау, воспетые сегодняшними любителями бельгвардейцев. Это почему-то забывается. Я запомнила имя Калидо, Степанида, она была вообще тоже изрублена в белом ануе. У нее муж был среди партизан. И вот потом ее изрубили на куски. И вот, наверное, такой же пример был со стороны красных. Это долги, когда он рывается в дом, где ночевал Кайгородов. И он, Кайгородов, на самом деле, жители Катанды рассказывают, что отравился. Но когда его из-под пола достают, у него идет пена изо рта. Это был яд, да, конечно. Но его вытаскивают из этого дома. Бой еще идет, на самом деле, стреляли друг в друга. И, да, долгих рубит, рубит голову. Рубит голову. На собрании он всем показывает, собравшимся, причем плененым собравшимся, чтобы убедить, что клиненые, все, вы обезглавлены, потому что голова вашего командира, вот она. И кладет по рассказам свидетелей. Это в Катанде же происходило. Они там не любили это рассказывать. Но потом уже на смертном отдыхе рассказывали все-таки в мешок. А потом в ящик кладется. И отправляется там голова в бисик. И, ну, вроде бы, тут были все в бисике-то, рассказывали, что удивлены. И, ну, как бы, на долгих-то... Это он тоже... Таким средневековым безумством было. Это было безумство. Потому что мужики, которые сопровождали вот этот ящик, тоже это было, и неприятно, не все это рассказывали. Вот. Потом наши мужики, вот те, кто были у отряда Воронкова, рассказывали, что да, у долги были отчаянные ребята, но... Ну, похоже, у него крыша действительно немножко поехала еще во времена, когда суховский отряд уничтожали у этого долгих. Это было мщение, да. Да, мщение, да. И еще здесь, видите, когда они переходили через эти белки, было очень холодно все-таки, и было, ну, как сказать, гибельно. И многие погибли, и многие роптали. Поэтому он действовал устрашающе не только на Кайгородовцах, но и на своих. Здесь у него уже пришлось. А наши, вот, кто мужики были у Воронкова, у Воронкова была тактика такая. Значит, хотя это был отряд ЧУП, они должны были наладить с местными алтайцами отношения, выяснить, значит, у Тужлея там какого-то, там еще у Пьянкова, вот эти, кто связи имеют из местных алтайцев, связи с теми маленькими бандами, и перетянуть их на свою сторону. Причем, Даша, это были и женщины, перетягивали их, ввели разъяснительную работу. И до, это было, до 24-го, да, 25-го года. Понятно было, что карательными методами народ не успокоит, бесполезно. То есть белые и вот эти вот все каратели, они на этом уже нажглись. Их просто народ собрался и выкинул. Вот, и действовать теми же методами, наверное, было просто, ну, безумие определенное. Ну, и в это же время, в это же время, все вот говорят, что да, мы знаем, что старики рассказывали, я расспрашивала уже, а я говорю, а с монголами-то как? Да как торговали, так купцы-то и торговали. Только купцы теперь уже, то есть купцы могли где-то праздновать пожить, а теперь они уже не приказчиков отправляли, а даже сами отправляли. Ну, почему там нет начался, там нет начался, еще несколько лет просто могли спокойно торговать. И все мне рассказывают в стенах музея о том, что вот советская власть в моем селе Туманово была такая, что Гурьян Аносович Пушкарев, наставник, он же был и первым председателем. Ну, объясните, что такое наставник. Наставник этого беспоповского согласия, тот, кто, в принципе, ведет службу, заменяет священника, в принципе, да. Наставник, это тот человек, которого слушается вся община стародается. И, наверное, он был. И он же был председателем колхоза. Ну, он был. Совершенно правильная обстановка. До 25-го года. И вот здесь, когда начинаешь рассказывать. Ну, не колхоза, а сельсовета. Сельский, да. Колхоза Пушкарев. Они говорят, сельская сборная. Сельская сборная, ну ладно, сборная так сборная. И все говорили о том, что, так вот, мы стали в эти 20-е годы заимок-то, кто собирались, а кто в деревню собрался. А заимки-то все равно оставались. А вот оно, Ивановка-то там, ну да как образовалась, потому что, да куда в деревню всем-то ехать. Домов-то сразу всем не наставишь. В Ивановке живут, все наделился. А к нему еще другие дома там поставили. И маленьких деревень вот таких вот. Но возникало 20-е годы, великое множество здесь. Пруд погибло. А как раз и переселение еще в Столыпинскую реформу вот это вот, подтолкнуло создание деревень. Но, опять же, сохранились все равно где-то вот полные старобрядческие села и тяготеющие к ним маленькие, маленькие вот эти выселки, заимочки вот эти с пасеками, со скотом. И как шла жизнь, как они гоняли на весь Инисей свой скот, так и ждали, когда с Монголии придет этот скот. А скота-то с Монголии было во времена Кайгородова, Тамала. Поняли? Он же перекрыл Чуйский тракт-то. И скот-то только наш был здесь. Скота-то не было. Перекрыли именно монгольский скот. Вот это вот тоже многие исследователи не понимают. И даже вот какая-то была история о том, что не вез ли отряд Сухова-то оплату монголам за какой-то скот. Да, в том-то и дело, что вот когда я же вам рассказывала, когда мне дедушку Архипова-то я и расспрашивала, он мне и сказал, говорит, ну... И потом советская власть все равно расплатилась с монголами. Да, нам-то, говорит, было сказано, что Сухов-то везет это золото монголам. А потом-то... И потом-то мне и скажут, что в 19-м году экспедиция Гея провезет туда. Вот. Экспедиция Гея будет в 19-м году. Все-таки переправили определенную оплату. И потом, когда Кайгородовцев и всех этих уничтожили, открыли снова Чуйский тракт для прогона скота. А то там и пазяне, и черуба. Иначе бы просто нечем было бы кормить население. И монголам-то нечем жить. Они бы обнищалые были. Вот. Поэтому здесь почему-то многие на это не обращают внимания. Ну, как это. Это первые шаги, кстати, власти для того, чтобы какие-то проблемы решать. Хотя бы проблемы еды для населения. А сбыт, вот этот, если раньше он скота шел мимо Телецкого, вот там и ждали, когда там все утихнет. Тогда оттуда сообщат, что там утихло, тогда гоним туда. Во время НЭПов опять купцы погоняли, однозначно скотину поторговали, потом все это припрыли. Да, ну вот у нас здесь в 1928 году только купцы стали разъезжаться. Да, да, да. Ну, просто прикрыли это дело. Причем поехали... Обложили их такими налогами, что им просто стало неудобно. Они поехали в Горный Алтай скрываться, а алтайцы из Горного Алтая стали отправляться на территорию Монголии. Но на территории Монголии их сдавали, и потом в годы репрессии казахи, казахи сдают алтайцев и алтайцев уничтожают. И вот это вот очень все сложно. Сегодня в Кашагаче, посмотришь, там одни казахи. Ну, сегодня, да, вот как раз в Кашагаче казахи поднимают вопрос, чтобы у Лаганский, Кашагачский и, я вас удивлю, Коксинский район сделать автономии для казахов. Ну, это все, знаете, это отголоски даже, вот правда, отголоски гражданской войны, серьезно. Ну, чего хотел Кайгородов? Да, чего хотел Кайгородов, и Сатунин тоже самое хотел автономию для казахов, и над ними, на Алтайцем он хотел, Сатунин, и над ними быть царьком. Когда его уничтожили, ну, столько богатства, кстати, нашли вот это вот, однозначно. Они только грабили. Здесь я что, вот опять же, ну, может быть, еще такой моментик. Вот Кучковского заимка у нас, да. Значит, если смотреть, где Кучковского заимка, прямо слева Александровка, где листовки выпускают, справа Демина, откуда командир Кайгородов, Кокорин. На заимке офицеры собираются, а сын Борис, Кучковского погибнет среди красных, когда будут они наступать со стороны Туманова на Демина. Это как? Ну как, гражданская война, это и есть гражданская война. Поэтому кто за белый, кто за красный, кто как, это очень сложно понять. Ну, конечно, кто-то придумал, правда, два цвета, белый и красный. Но это придумано было давно. Белый свет – это белый, красный – это кровь, это жизнь. Дураков хватало и среди тех, и среди тех, и причем очень много. Жестокости было море, злобы, жадности, стремление за счет других выбиться куда-то, прожить, награбить, сбежать. Ну, это однозначно. Причем среди белых именно награбить и сбежать. Вот была их цель. Но вот здесь наши, кто еще, вот купцы, они же… Причем с Кайгородом, он ведь практически руководил Унгерн. Это вот многие не забывают, кстати. Они были в таких неплохих связях. А Унгерн был еще тот, это целая тема. И вот здесь, в наших местах, патроны Кайнок. Я сама их взрывала, потому что, когда папа у меня пахал огород, пласт земли за плугом отваливается, я должна была в этом месте смотреть. Мы знали, что дедушка у нас там закопал патроны. Это были патроны Кайнок. Ну, о чем еще можно говорить? Откуда они? Англия. Ну, а люди еще пытались сами защищаться. Сначала объединялись с деревнями, потом поняли, что так просто одной деревней против такой силы не попрешь. И объединились уже полностью. И как-то начали освобождаться. Вот у нас долго колебалась эта топольная. Они не знали, что делать, кому подчиняться. Они старовлятся, да? Они должны подчиняться власти. Да, это не их тема, подчиняться власти. Вроде бы как. Они подчиняются наставнику. А через них идут и идут. Идут и идут белые. И они были уже готовы вообще просто вспыхнуть всех, бить белых и красных. И вот тогда Третьяк сказал, что надо их забрать к себе в отряд. Иначе у нас в тылу вспыхнет восстание, а против кого непонятно. И нам будет плохо. И так они их, да, собрали к себе под крыло. То есть отряды отдельно, как таково, тарских там был. Но потом погибли тоже. Но они не были организованы, пока их Третьяк не собрал. В наше время некоторые из всей вот этой вот творимой тогда трагедии не могут сделать вывода. Вот выводы делаются с разных сторон совершенно разные. Я вот насколько вот почитал вот эту всю историю, вот хотя бы нашей Сибири, как гражданская война происходила. Смысл-то такой, что в общем-то если бы победил, вот хорошо, плохо победила там советская власть, пусть это решает, не сегодняшняя эта тема. Ладно, оставим это в стороне. Но если бы победила противоположная сторона, она бы могла победить только страшными карательными действиями. То есть они перебили бы просто все население. Вот это была бы их победа. А территория потом досталась бы, ну, не населению России. Не населению. Там бы уже были другие. Ведь они и шли для этого. Они и торговали этими землями. Они отдавали за оружие, за патроны. Американцам, англичанам, японцам территории. Они отписывали. Они территориями торговали. Больше им нечем было торговать. Вот поэтому. Вот что не могут люди понять. Вот про Игуров, например, я узнала, когда, изучала историю гражданской войны. Мне дедушка так и сказал, ты по что про Игуров-то ничего не знаешь? А я откуда про них что могла знать? Я думала, это связано только с торговлей. как бы, да? Так они-то потом и говорят, так мы не с китайцами с вашими торговали-то. Мы-то торговали с Игурами. А Игуры-то они же христиане. Да они еще и грамоти разумели. Они мусульмане, но у них очень такая мягкая и вера очень близкая. Близкая к тому, что они не врали, они не обманывали. Да, да, да. Я считала, ну, как будто история, да, что они ростовщики они какие-то, но когда вот они говорили, что, ну, так если стоит амбар, и он будет незакрытый, подъезжаем мы и берем этот товар там. И это вот в 20-е годы, и вот уже и гражданская война закончилась, едут к Игурам, но они прекрасно знают, что Игуре захвачено. И даже они говорили об англичанах. Об англичанах. О китайцах они на них так много. В то время китайцев и за людей не считали. Да, да, да. А у китайцев своя революция. А знали, что у Игуре под... Это сейчас у Игуру попали под китайцев. А в то время, да. И англичане на них претендовали, естественно. И прекрасно это. Вот это... А в истории я этого не читала, я не знаю. Это только из рассказов. Я вот стараюсь, что вот как бы вот рассказывали, и даже, ну, я сейчас понимаю, что я многое уже и забыла. Там есть где-то какие-то блокнотики еще, такие записи там. Ну, это отдельная тема. Я бы мог порассказать про Игуров. Немножко разбирался. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Наверное, вот то, что ты говоришь, рассказано, рассказано практически почти без подготовки на основе ваших всей жизни, вот, ваших сборов рассказов, очевидцев и так далее. Спасибо вам за проделанную работу. Дай Бог кому-нибудь что-то это будет интересно. Да я думаю, что будет интересно. Уже спрашивают. Продолжение следует... Продолжение следует...